В эфире передача «События» с главными новостями уходящей недели. Сверили часы. Владимир Путин посетил Азербайджан с государственным визитом. Тюркский мир становится сильнее. Азербайджан и Узбекистан заключили договор о союзнических отношениях. Курская операция. Пока без дивидендов. Российская армия движется к Покровску. Овации в Чикаго. Камала Харрис выдвинута кандидатом в президенты. А теперь об этих и других событиях более подробно. Президент России Владимир Путин посетил Азербайджан с двухдневным государственным визитом. Программа визита была весьма насыщенной. Стороны встретились в узком и расширенном составах, подписали ряд соглашений и меморандумов. Лидеры также подписали совместное заявление и выступили на совместной пресс-конференции. Если резюмировать, то Азербайджан и Россия обозначили решимость всячески укреплять и развивать двусторонние отношения. С геополитической точки зрения визит был важен в качестве фиксации общего видения мира и стабильности на Южном Кавказе и недопустимости создания в регионе разделительных линий. Особое значение было уделено транспортному коридору с север-юг, в частности инвестированию в модернизацию его азербайджанского участка. Стоит отметить, что в это же время в регионе происходили тревожные события. Аккурат до и во время визита Путина в Баку позиции вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелу в Нахчеванском и Кельбаджарском направлениях. Кроме того, калибру стало известно о том, что из Франции и Индии через Иран в Армению отправляются очередные грузы с оружием. Среди них один дивизион, то есть 12 единиц самоходных артиллерийских установок Сезар, десятки ракет воздух-воздух, противотанковые ракеты, а также десятки гранатометов и противотанковых систем немецкого производства. Более того, вооруженным силам Армении было поставлено порядка 500 одноразовых ручных реактивных гранат французского производства и 50 американских противотанковых ракетных комплексов. И если о поставках французского и американского оружия в Армению мы уже говорили, то присоединение к этому ряду и немецкого вооружения – это уже что-то новое. Похоже, Вашингтон и Париж сумели надавить на Берлин, который до сих пор старался придерживаться нейтральной позиции в арменно-азербайджанском урегулировании. Теперь об американцах, которые в очередной раз нас удивили. Посол США в Азербайджане Марк Либби дал интервью общественному азербайджанскому телеканалу. Беседа, надо сказать, была своевременная, так как, что называется, вопросов к американской стороне накопилось немало. Ведущий Мурат Гусейнов начал интервью со ссылкой на наше издание и материал, который мы опубликовали. Речь идет, если вы помните, об американских самолетах, которые привезли в Армению в начале августа оружие и личный состав в количестве до 50 человек. Так вот, отвечая на вопрос, господин Либби даже не попытался создать видимость доказательства обратного, а просто объявил наши данные чепухой. Ничего, кроме недоумения, такое поведение дипломата не вызывает. Ну что ж, Баку все запоминает, делает пометки и продолжает проводить свою независимую политику, выстраивая систему безопасности не только в регионе, но и на более обширных пространствах Евразии. В контексте этой стратегии прошел государственный визит президента Ильхама Алиева в братский Узбекистан. В результате встреч между делегациями наших стран был подписан ряд соглашений, направленных на дальнейшее укрепление отношений в различных сферах. Но самое главное, Ильхам Алиев и президент Узбекистана Шавкат Мерзиоев подписали в полном смысле слова исторический документ – договор о союзнических отношениях. «Сегодня два братских народа, два независимых, мощных, суверенных, достойных государства стали официальными союзниками. Это важнейший внешнеполитический шаг, который будет определять на все последующие годы и наши отношения, и во многом региональную политику», – сказал Ильхам Алиев. Шавкат Мерзиоев, в свою очередь, заметил, что это сделано за рекордно короткий срок. Этот темп говорит о той настоятельной необходимости держаться в месте, перед которой стоят наши страны, в свете трансформации всей системы мирового порядка. Одним из знаковых пунктов повестки встречи стала договоренность о создании нового предприятия легкой промышленности в освобожденном от оккупации городе Ханкенди. Стороны также провели первое заседание Высшего межгосударственного совета, который является эффективным механизмом выработки и реализации новых предложений по углублению наших союзнических отношений. Среди прочих событий хотелось бы выделить и следующее. По информации распространенным азербайджанским МИД, наша страна подала заявку на вступление в БРИКС. Некоторые аналитики допускают, что принятие Азербайджана в организацию можно ожидать уже на саммите БРИКС в Казани в октябре этого года. БРИКС с каждым годом усиливает свои конкурентные преимущества перед Большой Семеркой, и благодаря членству в БРИКС наша страна сможет развить свой экспортный потенциал, а также усилить приток иностранных инвестиций. ВСУ продолжает укрепляться в занятых ими районах Курской области России. На уходящей неделе были взорваны все мосты через реку Сеем, что означает, что украинцы теоретически могут занять дополнительные территории области, находящиеся по левому берегу реки. Одной из задач Курской операции было отвлечение части российских подразделений с линии фронта в Донецкой области и, в частности, Покровского направления, там, где имеется вероятность оперативного прорыва российской армии. Сегодня можно констатировать, что сильного отвлечения сил не произошло. Все решающие силы брошены на прорыв в Донецкой области. Россияне продолжают рваться к Покровску. Бои идут в 7 километрах от города. Тем временем сами ВСУ вынуждены были распылить свои силы ради Курской операции, что и сказывается в неудачах под Покровском. С другой стороны, как говорят многие эксперты, Украина рано или поздно обречена на поражение в позиционной войне в Донецкой области, и Киев просто вынужден был пойти на асимметричный удар по Курской области, чтобы использовать занятые территории России в качестве козыря на переговорах. В ближайшие недели станет ясно, насколько эта тактика была верна. Армия обороны Израиля объявила об уничтожении последней бригады Хамас в Рафахе и завершении операции в этом городе. Вместе с тем операция продолжается в городе Хан-Юнис. Тем временем, впервые за 25 лет в секторе газа зафиксирован случай полиомиелита. Опасная инфекция выявлена у 10-месячной девочки. ВООН готовится к масштабной кампании по вакцинации с целью предотвратить распространение вируса. Очевидно, что с этой целью усилятся призывы к Израилю временно прекратить боевые действия. Тем временем, Иран пока не торопится проводить в жизнь обещание отомстить Израилю за убийство в Тегеране Исмаила Хании. Как известно, Тегеран заявил, что не будет наносить удара до окончания переговоров между Израилем и Хамас. А переговоры, несмотря на активную вовлеченность американцев, пока ни к чему не привели. Если коротко, то Израиль согласился на частичный вывод войск из газы. Однако Хамас настаивает на полном выводе. И это стало одной из прочих причин, почему сделка никак не может состояться. Есть также версия, что Хамас пытается сорвать переговоры. Надеюсь, что это вызовет иранский удар по еврейскому государству. И сами они смогут вздохнуть свободнее. В Чикаго состоялся съезд демократической партии, на которой Камала Харрис была официально утверждена в качестве кандидата в президенты. В последний день съезда Харрис выступила с речью. Пока что главной за всю ее политическую карьеру, в которой обещала быть президентом для всех американцев, намекая на фокусирование Трампа на наиболее консервативные группы общества. В свою очередь Трамп сделал внушительный реверант в сторону колеблющегося электората, пообещав создать независимую президентскую комиссию по расследованию покушений, которая в том числе опубликует оставшиеся документы по делу об убийстве экс-президента Джона Кеннеди. Напомню, что представитель клана Кеннеди, независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, объявил о приостановке своей предвыборной кампании и поддержке кандидатуры Трампа. Это были, на мой взгляд, самые важные новости недели. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok